Американский фондовый рынок стоит дорого. С этим фактом крайне трудно спорить. И о том, стоит ли покупать американский фондовый рынок при текущих оценках или же нет, можно спорить очень и очень долго. Но одним из вариантов решения этой задачи является поиск альтернативы. И если мы посмотрим на мир в целом, то очевидно, что экономикой номер два, а в ближайшем будущем и экономикой номер один, на сегодняшний день является Китай. И в этом видео я предлагаю сравнить американский фондовый рынок и китайский фондовый рынок. И постараться понять, насколько же эта альтернатива привлекательна для инвесторов. Меня зовут Андрей Михайлес. Не забудьте подписаться на мой YouTube канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я желаю вам приятного просмотра. И начнем мы с ВВП. На своих экранах вы можете видеть два графика, точнее две линии. Синяя линия – это динамика ВВП Соединенных Штатов, красная линия – это динамика ВВП Китая. И мы видим, как последние годы разрыв между этими двумя экономиками, он постоянно сокращается. Конечно, тут стоит учесть тот факт, что за красную линию у нас отвечает правая шкала, а за синюю линию – левая шкала. То есть разрыв в реальных значениях между Соединенными Штатами и Китаем составляет на сегодняшний день более 5 триллионов. То есть разрыв не такой маленький, как здесь может показаться на первый взгляд. Тем не менее, темпы роста ВВП, которые были последнее время у Китая и у Соединенных Штатов, говорят о том, что этот разрыв сокращается и сокращается довольно быстрыми темпами. И с учетом пандемии, которую мы сегодня переживаем, этот разрыв будет сокращаться еще более быстрыми темпами. Потому что в этом году экономика Соединенных Штатов сократится примерно на 4,3%, в то время как Китай за этот период времени вырастет на 1,9%. И в следующем году темпы роста Соединенных Штатов составят всего лишь 3,1%. То есть в конце следующего года Соединенные Штаты даже не выйдут на докризисные уровни, в то время как Китай уже в этом году растет, а в следующем году вырастет более чем на 8%. Теперь давайте посмотрим, а сколько же стоит фондовый рынок Соединенных Штатов и фондовый рынок Китая. И начнем мы с самого простого и самого, наверное, популярного мультипликатора – это PE Ratio. И если мы взглянем на PE у S&P 500, то на сегодняшний день оно превышает отметку в 37%. И мы видим, что по истории было всего лишь два периода, когда фондовый рынок стоил дороже. Это 2000 год и 2008. То есть очевидно, что по историческим меркам на сегодняшний день S&P 500 стоит очень и очень дорого. Теперь же давайте взглянем на PE Ratio Шанхайского индекса. И мы видим, что по историческим меркам этот показатель находится ниже своих средних значений. И мы видим, что этот показатель был значительно выше перед кризисом 2008 года. Этот показатель был выше в 2015 году и даже в 2018 году. То есть по мультипликатору PE Ratio на сегодняшний день китайский рынок стоит дешево относительно своих исторических значений. Еще один мультипликатор, который позволяет оценить стоимость рынка, это мультипликатор Price to Book Value. И мы видим, что на сегодняшний день по S&P 500 этот мультипликатор находится на значениях значительно выше исторических средних. Что также говорит о дороговизне американского рынка. Что значительно отличается от того же мультипликатора касательно шанхайского рынка. И если мы взглянем на этот показатель по шанхайскому рынку, то мы увидим, что он находится вблизи своих исторических минимумов. И по истории было всего лишь несколько периодов, когда по этому мультипликатору китайский рынок стоил дешевле. То есть по этому мультипликатору мы также можем сказать, что китайский рынок на сегодняшний день стоит дешево. Следующий мультипликатор, который также позволяет оценить дороговизну, либо же дешевизну фондового рынка, это соотношение капитализации фондового рынка к ВВП. Этот мультипликатор еще называют мультипликатором Баффета. И если мы посмотрим на американский фондовый рынок, то на сегодняшний день капитализация фондового рынка в 1,7 раз превышает размеры ВВП. И по этому показателю фондовый рынок США стоит дороже, чем он был в 2007 году и даже дороже, чем он был во времена кризиса доткомов. Среднее значение этого мультипликатора составляет 0,8. То есть если исходить из этого параметра, то фондовый рынок на сегодняшний день, фондовый рынок США должен стоить в два раза меньше, чем он стоит сейчас. А вот фондовый рынок Китая по этому показателю имеет гораздо более скромные значения. На сегодняшний день он торгуется вблизи отметки 70%, то есть капитализация фондового рынка Китая КВП составляет всего лишь 70% против 170% у Соединенных Штатах. И если посмотреть на историю, то в целом нельзя сказать, что по этому показателю китайский фондовый рынок стоит дешево, но и нельзя сказать, что он стоит дорого. То есть по этому мультипликатору китайский фондовый рынок находится примерно вблизи своих исторических средних. Но если сравнивать китайский фондовый рынок по этому показателю с американским фондовым рынком, то китайский фондовый рынок значительно более привлекателен, чем американский. Теперь давайте взглянем на график Шанхайского индекса. Что мы здесь с вами видим? Мы видим, как последние 4 года этот индекс находился в очень широком флете и сейчас вплотную подошел к верхней границе этого диапазона. Если мы возьмем в расчет дешевизну китайского фондового рынка и дороговизну американского фондового рынка, то вероятность пробоя этого сопротивления и очередного импульса вверх, на мой взгляд, представляется крайне высокой. На что же стоит конкретно обратить свое внимание? В начале лета я делал видеоролик, где описывал спектр различных фондов, покрывающих Китай. Но, к сожалению, на сегодняшний день многие из этих инструментов уже достаточно серьезно выросли. Многие успели вырасти на десятки процентов, поэтому не все из того списка интересно. И тут я хотел бы акцентировать ваше внимание на нескольких инструментов, которые, на мой взгляд, все еще сохраняют потенциал для неплохого роста. Первый фонд – это фонд акций малой капитализации с тикером ASHS. Мы видим, как этот фонд торгуется вблизи своего сопротивления, так же, как и шанхайский индекс. И, соответственно, если реализуется сценарий пробоя этого сопротивления на шанхайском индексе, то очень вероятно он реализуется и здесь. Второй фонд, который вырос более чем на 30% с момента публикации предыдущего ролика про Китай, но, на мой взгляд, все еще сохраняющий. Неплохие шансы на рост – это фонд с тикером KBA. Это фонд, в который входят акции, недоступные для прямой покупки иностранных инвесторов, так называемые A-Shares. И, соответственно, по мере изменения вот этой вот ситуации, по мере увеличения доступности китайских акций для иностранных инвесторов, спрос на эти компании, он будет увеличиваться. И, соответственно, будет увеличиваться их цена. Конечно же, с учетом роста, который мы увидели в этом году, покупать при текущих ценах этот фонд достаточно проблематично и некомфортно. Поэтому, на мой взгляд, здесь наилучшей стратегией будет частичная покупка через определенные промежутки времени. То есть зайти немного сейчас, потом подождать, возможно, будет какая-то коррекция, где-то усредниться, где-то долиться и получить такую долгосрочную позицию. Потому что, фундаментально, есть неплохие шансы, что на горизонте нескольких лет стоимость всего китайского рынка будет значительно выше текущих оценок. Ну и в заключении я хочу порекомендовать вам свой телеграм-канал, ссылку на который вы найдете в описании к этому видео. В этом телеграм-канале я периодически публикую различный полезный контент в области инвестиций и работы на финансовых рынках, конкретные инвестиционные идеи, различную аналитику, а также статьи, затрагивающие отдельные аспекты инвестиционного процесса. Так, например, одна из последних статей, последняя вот статья, опубликованная на сегодняшний день в этом телеграм-канале, называется «Диверсификация. Выбор бедных». Очень часто можно встретить такое утверждение, что диверсификация – это плохо, что ее используют только лишь те, кто не понимает, во что инвестируют, и, в общем-то, эту проблему, это мнение я более детально в этой статье раскрыл. На сегодняшний день эта статья набрала 20 лайков и ни одного дизлайка, то есть она понравилась моим читателям, и сегодня вечером выйдет очередная статья с названием «Google 2.0. Инвестиции будущего». В этой статье я подробнее рассмотрю проблему поиска информации и как, на мой взгляд, будет меняться эта индустрия и какие компании с каким продуктом смогут принести иксы своим инвесторам. Поэтому, если вам нравится тот контент, который я делаю, обязательно проходите по ссылке в описании к этому видео и подписывайтесь на данный телеграм-канал. Также не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Андрей Михайлес. Не забывайте ставить лайки, если видео вам понравилось. Ну и до новых встреч. Будьте здоровы. Пока-пока.